Отправляемся! Пускай российские моделисты занимают далеко не первые места, все еще впереди. Интерес к радиоуправляемым авиамоделям был в нашей стране всегда. Проблема была лишь в деталях, но сейчас, как вы понимаете, купить можно все, что угодно. Радиоуправляемые модели – это планеры, самолеты, вертолеты. В свою очередь, самолеты, например, подразделяются на пилотажные, модель-копия, фанфлай, гоночные, тренер и всевозможные разные экзотики. Планер – самая простая модель, собственного мотора у нее нет. А вот поглядите на копию Б-25, в котором задействовано 17 рулевых машинок, пневматический механизм выпуска и убирания шасси, амортизаторы, электромагнитные тормоза, бортовые огни и фары. Полетный вес около 9 килограмм. Вы только представьте, какая ответственность поднять этот самолет в небо. На страницах нас предупреждают, что модели – это не игрушки. Средняя скорость такого агрегата – от 30 до 90 километров в час, и весит он от 1 до 3 килограмм. Так что в догонялки с ним лучше не играть. Здесь же рассказываются основы полетов. Как рассчитать действия подъемной силы, веса, сопротивление воздуха. Причем не с калькулятором в руке. Практически все должно происходить на автомате. Для этого рекомендуется начинать с дешевой и устойчивой модели. Если вас увлекла идея управления полетами авиамоделей, то можно тут же на сайте заглянуть на виртуальную барахолку и, поторговавшись, приобрести сносный аппарат. И тут же начинать летать. Эх, почему люди не летают? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова